В этом году каникулы получились непривычно большими. Из-за коронавируса для некоторых школьников четвертая четверть стала дистанционной. Однако сейчас, по оценкам медиков, в Беларуси относительно спокойная эпидемиологическая обстановка. Тем не менее, образовательный процесс будет организован с учетом всех рекомендаций Минздрава. От проведения торжественных линеек решили полностью не отказываться. Для первоклассников они прошли во всех школах. В первой школе в этом году пять первых классов, в которых будут получать знания 150 мальчиков и девочек. Многие из них с нетерпением ждали начала учебного года. В школе можно поучиться. Она очень хорошая. Яркие букеты, белоснежные банты, торжественные линейки и, конечно, первый звонок, что может быть красивее. В свои двери первая школа распахнула для 1101 учащегося, среди которых не только первоклассники, но и те, для кого этот школьный звонок последний. В средней школе номер один профильное образование получают юные кадеты. Имеются также и классы с интегрированным обучением. Поздравили учащихся педагогов и родителей с началом учебного года директор школы Валентина Каштальян и председатель Солигорского районного совета депутатов Алла Калеева. Хочу пожелать учителям и первоклассникам, учителя, научите, пожалуйста, этих малышей думать, чтобы они в этой пучине знаний, которая сегодня обрушивается на нас из интернета, умели выбрать то самое важное, то самое необходимое, что им надо для жизни. Ну и, конечно же, обращаясь к старшеклассникам, я хочу пожелать вам определиться в этом году с выбором своей будущей профессии. Потому что то, кем вы потом будете, и то, как вы будете ходить на работу с удовольствием или нет, это очень важно. Удовольствие от сделанной работы – это и есть своего рода счастье. Еще раз с праздником вас! Присоединился к поздравлениям и депутат Солигорского района, директор Солигорского «Водоканал» Александр Калядин. 1 сентября – День знаний. Это праздник общий всех нас, всех, кто учит, всех, кто учится, всех, кто учился. Хотелось бы поздравить с этим праздником, ну и как на любой праздник принято приходить с подарками. Поэтому, если вы позволите, в лице директора я вручу подарок школе. В торжественной обстановке Александр Калядин вручил документы на новый телевизор, который в скором времени появится в одном из классов школы. А это первая Солигорская гимназия. Здесь также прошла торжественная линейка. Традиционно разноцветные шары, праздничные букеты и белые банты. Школьники постарше улыбаются и бурно обсуждают первый учебный день. Особенно взволнованные 11-классники, ведь они на финишной прямой. На самом деле очень волнительно в этот день, как-никак последнее первое сентября. Очень хочется показать первым классам, что это за школа, каково это. Подарить им какие-то первые воспоминания об этом времени, о начале этого времени. Год, надеюсь, пройдет спокойно, хорошо. Поднять эти стат. Нужно ценить все дни в школе, потому что, когда это кончается, уже потом только понимаешь, как было хорошо, и все-таки нужно ценить. Новое поколение в большой школьной семье первоклассники держатся за руки и гордо несут букеты для первой учительницы. Совсем скоро в их жизни начнется интересная, ответственная школьная пора и прозвенит самый первый в их жизни звонок. С началом нового учебного года гимназистов, родителей и педагогов приехал поздравить Николай Рогащук, заместитель председателя Миноболосполкома. Хочется поздравить всех с этим праздником, с Днем Знаний, то, что начинается новый учебный год. Так как Новый год праздник мы все отмечаем 31 декабря, а здесь для ребят новый учебный год, который, я думаю, принесет первоклассникам, в первую очередь, это новых друзей, новые знания, как руководитель сказал, интересных занятий. А преподавательскому составу хочется пожелать терпения, мудрости и того, чтобы ваши дети всегда приходили в школу с радостью и уходили тоже с превеликим удовольствием. Праздник у вас, всего самого наилучшего, главное – здоровья, здоровья, здоровья. Пожелания и теплые слова в адрес детей также звучали от представителей департамента охраны, учителей и родителей. Небольшая музыкальная программа с участием творческих гимназистов создавала атмосферу. У меня очень хорошее настроение. Я несу цветы Валентине Григорьевне, наша учительница. В средней школе номер 14 в этом году набрали целых 8 первых классов. Здесь за парты впервые сели 203 школьника. В День знаний с поздравлениями и подарками к ним пришли представители профсоюзных организаций. Минское областное объединение, профсоюзов, федерация профсоюзов в Беларуси, конечно, у нас мы уже заблагоременно проводили и проводим «Собери портфель школу». Практически все наши общественные объединения, именно профсоюзные организации, другие общественные объединения участвовали в этой акции «Собери портфель школу». Всего где-то более 5,5 миллионов рублей по линии Федерации профсоюзов Беларуси, и нашего областного объединения, областных структур направлены на помощь детям собраться в школу. Именно для того, чтобы этот праздник не только был 1 сентября, а был праздником для наших детей. И сегодня это подтверждение как-то сложилось, что в этой школе не первый год. Мы обычно тоже приезжаем с подарками, это тоже не променуло, мы приехали с ними подарками, мы подарили большой комплект мячей для того, чтобы дети развивались и занимались спортом. После торжественной линейки первоклассники отправились на урок безопасности, который провели для них сотрудники гороотдела по чрезвычайным ситуациям. Спасатель рассказал ребятишкам о причинах и последствиях пожаров, а также о правилах поведения в школе, дома и на улице. Детишки с радостью уселись за парты, готовые к новым знаниям. Я хочу идти в первый класс, потому что это моя школа, она крутая. Не обошлось и без приятных подарков, тетради с прописями и тематических закладок. Все это поможет юным школьникам в доступной форме изучить правила безопасности жизнедеятельности. Для самых маленьких этот день точно запомнится надолго. А в средней школе номер 4 в этом году за парты сядут более 900 учащихся с 1 по 11 классы. Первоклашек в школе в этом году почти сотня. Мальчишки и девчонки с интересом в глазах и невольной робостью пришли в свой первый учебный день. С таким же волнением на лице и родителям. Мы очень волнуемся сами. Первый раз в первый класс. Всегда волнительно очень, поэтому переживаем, как оно все будет. Надеемся, что все будет хорошо. Очень рады, довольны, что ребенок идет в школу. Так радостно. Тот поступил, этот первый класс. Волнительно, радостно. И слава богу, что мирно, спокойно. И я счастлива, что мы в Белоруссии. Папы, конечно, тоже волнуются и переживают, но демонстрируют уверенность, которая должна передаться и детям. Мы готовились к школе еще год назад. Ходили в подготовительную группу, очень хотели в школу. В садике обучались. Поэтому очень давно готовились. Школьная форма сидит отлично. Ранцы заполнены канцелярскими принадлежностями в планах первоклашек, учеба и только хорошие отметки. Причем многие ребята специально выбирали четвертую школу, чтобы изучать английский на углубленном уровне. Я хочу медаль получить. Стремиться мы будем к нормальности, к расчетам, чтобы стать своей профессией, которую мы хотим. Встретили настоящим праздником на площадке перед школой ребят педагоги, а также те, для кого четвертая школа стала уже родной. Учащиеся подготовили интересную игровую и музыкальную программу. Новых учеников приветствовала вся школа. Продолжение следует...